Добрый день! В студии Евгений Гасьянов, в аналитической программе «Давайте разберемся». Мы в Забайкале вошли в Дальневосточный федеральный округ. Мы должны или можем воспользоваться теми механизмами развития, которые существуют на Дальнем Востоке. В этом мы попытаемся разобраться и об этом поговорим. Какие у нас возможности и что Дальнему Востоку дали вот эти механизмы развития. Вообще говоря, по так называемым преференциальным территориям, преференциальным зонам, то есть территории, где существуют особые налоговые режимы, особые таможенные режимы, где существуют те или иные льготы, Россия весь мир уже давным-давно уделала по полной программе. У нас существует, вы хорошо сидите, 500 всевозможных преференциальных зон. Это всевозможные торы, территории опережающего развития, тассеры, территории социально-экономического развития, тоже опережающие все развитие. Существуют у нас особые экономические зоны, промышленные зоны, туристические зоны и так дальше. Существует портовая зона, режим свободного порта. Существует для административных территориальных закрытых образований, для так называемых зато специальные преференциальные режимы по таможенному оформлению. Сейчас добавились еще два режима. Это специальные административные районы на острове Русске и в Калининграде, где обнищавшие и обедневшие от санкций российские олигархи могут получить офшорные зоны. То есть вот внутри страны еще офшорные зоны создаются. Что принесла эта огромная система всех различных преференциальных зон, а надо понимать одно, что на все это тратятся бюджетные деньги, везде существует администрация, аппарат управления и так далее. Так вот вернемся к ДФО. Посмотрите, что в ДФО происходит. В Дальневосточном округе 20 территорий опережающего развития. Режим свободного порта Владивосток распространен на 22 муниципальных образования в пяти регионах. Владимир Владимирович Путин, выступая на последнем Восточном экономическом форуме, ну с форумами у нас тоже все в порядке, их проводятся гораздо больше, чем в других странах, он привел следующие вещи. Сейчас я назову то, о чем сказал наш президент. Что с 2013 года вот в эти механизмы, о которых я говорил, вложено 612 миллиардов рублей инвестиций. И создано при этом 39 тысяч рабочих мест. То есть, ну, как бы говоря, одно рабочее место у нас в этих вот зонах стоило примерно 16 миллионов рублей. Ну, замечательно. С другой стороны, за 6 лет прошедших, которые действуют, вот эти профинансионные режимы по Дальневосточному федеральному округу, на 9 регионов, ну, много ли это? В отятие 612 миллиардов рублей. Ну, не знаю. Кроме того, идет прямое бюджетное финансирование ДФО на ряд программ. Вот 19-й, 20-й, 21-й год федеральное финансирование предусмотрено в размере 123 миллиардов рублей. Из них 43 миллиарда рублей падает на 19-й год. Ну, опять-таки, с одной стороны, уже на 11 регионов много ли это или мало, но с другой стороны, все равно это деньги, и деньги в общем-то неплохие. Как сам президент говорил, и как постоянно об этом говорилось на прошедшем Восточном экономическом форуме, значит, коренных сдвигов у нас не происходит. Ну, скажем, таким образом, вот миграционный отток в ДФО на 17-й год составил 18 тысяч человек, на 18-й год 22 тысячи. Это без Бурятии и Забайкальского края. Если добавить еще эти наши два региона, картина станет еще более печальной. То есть население в регионах сокращается, сокращается и сокращается. Ну, на Восточном экономическом форуме мы услышали много заявлений, много того, что у нас будет происходить, все, что у нас все будет завенчательно, фонтан благополучия. Ну, вот премьер-министр Индии, присутствующий на форуме, много времени проведущий с нашим президентом, он сказал, ну, мы на вашу бедность дадим вам кредит-кредит. Один миллиард долларов. Вот мы, как бы, замечательно уже дожили. Уже Индия начинает нам давать кредит. Это вот на развитие Дальнего Востока. Один миллиард долларов Муди обещал кредиту. Но наши, как бы, лидеры, вот, в частности, наш забайкальский лидер, Оксан Михайлович Осипов, он существенно такие заявления достаточно интересные сделал на Восточном экономическом форуме. Мы привлечем через эти механизмы 1 триллион 300 миллиардов долларов. Вот смотрите, Путин говорит, это 600 миллиардов за 6 лет. А мы в короткие сроки 1 триллион и 300 миллиардов долларов. И создадим 60 тысяч рабочих мест. Рабочее место, ну, у нас уже обойдется немножко дороже, 22 миллиона. Ну, вот такие планы, Громадею. Это еще не все, что нам обещано. Ну, скажем, сельскохозяйство у нас обещано почти 1 миллиард, ну, по крайней мере, 700 миллиардов рублей точно придет. Ну, куда придет, я не знаю. Вы понимаете, очень интересная складывается ситуация во всех этих начинаниях, заявлениях и так далее. Все мировые СМИ, как правило, говорят о том, что вот сделано, достигнуто, получено, заключен такой-то договор, вложены такие деньги. А вот российские СМИ, особенно федеральные каналы и так дальше, они говорят, а вот будет, а вот будет, а вот получим, а вот придет. То есть, такое ощущение складывается, как в известной поговорке, главное прокурорекать, а там хоть не расцветать. Вот, к сожалению, у нас складывается вот так. Вот посмотрите, что происходит с дальневосточным гектаром. С 16-го года действует программа. Ну, сейчас мы, значит, вот, у нас тут развитие пойдет, вот этих сельских местностей и так дальше. Ну, и итог. Итог пока такой. Значит, 70, меньше 70 тысяч, 67 тысяч человек получили этот дальневосточный гектар. Это на 9 регионов, так. Из них почти 80% это местные жители, только 20% откуда-то это. А хозяйственную деятельность за последние, вот, те годы, когда выдавались эти гектары, ну, вот, начали менее 50% тех, кто их получил. Вот итоги. Посчитайте это на население, посчитайте это на сельхозугодие, посчитайте на площадь. Ну, что это? Ну, это, по сути, ничего. Вот у нас, скажем, объявили дальневосточный гектар, 4 тысячи заявок поступило, 7 пока участков оформлено. Все ринулись в Читинский сельский район. Ну, что это, развитие? Или что? Или как это все понимать? Ну, дай бы Бог, кто-то, конечно, из людей что-то получил, но вряд ли это принципиально меняет ситуацию. Вот, несмотря на все широковещательные заявления лидеров, губернаторов и так далее, вот давайте посмотрим, что говорили на форуме иностранные гости и наши люди, которые занимают достаточно ответственные должности и имеют непосредственно отношение к экономическим проблемам по Дальнему Востоку. Вот смотрите. Российское рейтинговое агентство АКРО говорит вот о чем. Совершенно потрясающую вещь. Вот Владимир Владимирович говорил о 600 миллиардов, а АКРО говорит, что бюджетные средства – это основной источник инвестиций ДФО. Бюджетные средства. Мы-то говорили все время о привлечении инвестиций, иностранных инвестиций, иностранных технологий, которых нам не хватает, а оказывается бюджетные средства. А вот иностранные инвестиции, они куда приходят? А вот 75% прямых иностранных, 75% прямых иностранных инвестиций приходится на остров Сахалин. Нефть и газ. Вот эти программы это. И при этом Сахалин, с Южно-Сахалинском, как столицы, ну далеко не цветет при 500 тысячах жителей на всем острове. Там проблем больше, чем достаточно. Рейтинговое агентство «Эксперт-РА» говорит, иностранные инвест-проекты запускаются крайне медленно. В Торах, вот по Дальнему Востоку, заявлено 31 проект, работает 7. Ну вот так. Инвестиции 7 миллиардов. Свободный порт, Владивосток, заявлено 51, работают 10. Инвестиции 7,2 миллиарда. Ну вот вам итоги. Правда, наш полпред и вице-премьер по Дальнему Востоку Юрий Петрович Друтнев оговорился, что ну не надо, вот это успехи у нас есть. Вот сейчас я озвучу некий позитив, которому призывают все наши власти и руководства. Вот за год реконструировано в ДФО 43,5 километра дорог, это уже на 11 регионов. И для оленеводов Чукотки приобретено 9 комплектов мобильных кочевых домов. Ну вот как бы вот у нас уже, видите, позитивный вклад. Но иностранные участники, давайте о них. Президент Института корейской экономической политики Ли Чжен Эн. Сохраняются факторы структурной слабости региона, цифры преувеличены. И учитывая структурные проблемы и демократические показатели, Дальний Восток по-прежнему непривлекательный регион для инвестиций. Замминистра иностранных дел Вьетнама, господин То Анзун, на развитие Российской Федерации плохое влияние оказывает отношение Российской Федерации и некоторых ее партнеров. Ну, дипломаты, понятно, что за это. И вот дальше следуют интересные фразы. Мы можем поставлять микроэлектронику, одежду, сельхоз, продукция, а нужно нам металлы, уголь, удобрения. И сначала торговля, а инвестиции потом. Бывший посол Сингапура в Российской Федерации Майкл Тей. Почему я все время слышу про этот поворот на Восток? Вот у Японии тоже двойная идентичность, но я не слышал, чтобы она куда-то поворачивала. Япония головой не крутит. Глава Российского бюро агентства Сингхуа. Ну, Сингхуа это правительственное агентство китайское, информационно-аналитическое. Оно отражает официальную точку зрения правительства КНР. Господин Фан Вейго говорит, улучшайте свой инвестиционный климат. На Китай приходится 60% прямых иностранных инвестиций в Российскую Федерацию вообще. В китайском интернете Российская Федерация известна по двум показателям. Поставки сои и мороженого. Но и по сои-то и то у нас импорт, но в КНР 90 миллионов тонн. Из Российской Федерации сои приходит 3,7 миллиона тонн. Замминистра Минвостокразвития Александр Крутиков проваленный проект у международных транспортных коридоров, МТК так называемых. Мы не можем для этого найти китайских инвесторов. Ну, куда нам без китайских инвесторов при тех цифрах, которые вы в случае. Вот так складываются наши отношения со странами АТР и так работают механизмы развития Дальнего Востока. Что бы я хотел сказать в этом плане. Вот понимаете, какая получается вещь. Если где-то в мире создаются преференционные зоны, преференционные территории. И вот говорим, ну в Китае вот получилось что-то, а вот у нас не получается. Вот там зоны. Но все дело в том, что я бы обратил внимание на одну фразу американского президента Джона Кеннеди. Он сказал, что высокая волна поднимает все лодки. Вот о высокой волне. Если экономика в целом страны растет, то тогда зоны, вот эти преференционные территории и так далее, они служат локомотивами роста. Если экономика в целом стагнирует или еще более того находится в рецессии, никакие зоны, которые связаны тысячами и миллионами хозяйственных, инвестиционных, ментальных нитей, демографических нитей с остальной страной, они не помогут. Надо заниматься ростом экономики всей страны в целом, а не пытаться за счет неких точек сказать, что вот мы сейчас что-то там возбудим и у нас что-то пойдет. Не получится. Это вот первый момент. И второй, на который мне хотелось обратить внимание, момент совершенно принципиальный. Посмотрите, что у нас происходит по нашим зонам. Они все направлены на добычу полезных ископаемых, на извлечение природной ренты. Вы в Китае не найдете ни одной зоны, хотя Китай занимает первое место в мире по добыче угля, золота, редких металлов и так далее. В китайских зонах не найдете ни одного предприятия, которое ориентировано было на извлечение природной ренты. Вот таким образом обстоят дела. Ну а чем Забайкалия отличилась? А Забайкалия отличилась в следующем на Восточном округе. У нас построен павильон до 32 миллиона рублей, еще несколько миллионов потрачено на выезд наших сотрудников и официальных лиц на Восточный экономический форум. И продано 7 тысяч бус. Вот такой замечательный вклад внесло Забайкалия в Восточный экономический форум. Вот об этом сегодняшняя наша передача. Об этом хотелось поговорить. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова